Ордена Ленина, киностудия Грузия, фильм «Первое творческое объединение». Покаяние. Завершающий фильм трилогии «Мольба, древо желания, покаяние». Авторы сценария – Нана Джанелидзе, Тенгиз Абуладзе, Резоквеселава. Режиссер-постановщик – Тенгиз Абуладзе. Оператор-постановщик – Михаил Агранович. Художник-постановщик – Георгий Микеладзе. Музыкальное оформление – Наны Джанелидзе. В фильме использованы фрагменты из произведений композиторов-классиков. В главных ролях – Варлам Аравидзе, Авель Аравидзе, Автандил Махарадзе. Улико – Ие Нинидзе, Торнике – Мерап Нинидзе. Кетеван Барателли – Зейнаб Боцвадзе, Нино Барателли – Кетевана Буладзе, Сандро Барателли – Эдишер Георгобьяни, Михаил Коришели – Кахи Кавсадзе, Элене Коришели – Нино Закарьядзе. Кетеван Борателли в детстве – Нато Чигава, Авель Аравидзе в детстве – Дато Кемхадзе. «Алсики» Великолепный торт, уважаемая Кето, просто чудо! Спасибо, не за что. Боже мой! Боже мой! Какое несчастье! Что случилось, Аполлон? Какого великого человека мы потеряли! Боже мой! Боже мой! Он что, твой родственник был? Больше, чем родственник! Ближе не было у меня друга! Счастливец ты! Кончилось мое счастье! Не стало дорогого Орлана! Все-таки повезло тебе, что ты знал такого человека! КОНЕЦ Никогда уже не будет у нас такого городского головы. Никогда. Надеюсь, ты хорошо учишься. Какого человека мы потеряли, какая утрата. О, какое горькое слово смерть. Какое горькое слово. Какое горькое слово. Соболезную. Почему его в пантеоне не хороните? Наверное, сам не захотел. Он всегда отличался скромностью. Спасибо. Сочувствую вашему горю. Очень вам признателен. Варлам не умер, нет. Его душа здесь, над нами. Она витает в воздухе, мы дышим ею. К царецу пришел. Подтянитесь. Большое спасибо, патрон. Очень вам признателен. Это здравствует наш благодетель Эрцах и царецу. Похлопаем ему, господа. Спасибо. Спасибо. Дамы и господа, еще несколько минут, и прозвонит колокол расставания, и мы придадим земле право. Эрцах великого сына отчизны, человека высокой души, светлого ума и доброго сердца, всеми любимого, глубоко уважаемого Варлама Аравиды. Наверное, многие из вас обратили внимание на глубоко волнующую, мудрую надпись на венке от друзей покойников. Она выражает мысли и чувства каждого из нас. Один мертвец бывает лучше порою тысячи живых. У дорогого Варлама было много достоинств. Всех не перечислить, но не могу не отметить одно. Он обладал необычайным даром превращать врага в друга и друга во врага. Та – это свойства избранных. Адрия. Вот кровь, как шведский стол, стоит в просторном зале, и лица меркнут в мутных зеркалах, но смерти нет, а есть сальто мортале греховной плоти и предсмертный страх. Ах! Спи спокойно, неугомонный труженик, да будет пухом тебе родная земля. Писание притягубления «Я могу изместить плотно с настройкой». САМ, ШОВЛОД, САМ, ШОВЛОД, ЧЕМ ОЛАМАЗОМ! Субтитры подогнал «Симон» 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 Что же не соблаговолила твоя милашка, девица, на похороны? Не болтай глупости. Впрочем, и без нее все хорошо прошло. Ладно, помолчи. Не болтай глупости. Апет. Берега. Красивый мой мальчик, сиротинушка моя, бедный авель. Что с тобой? Перестань пояснить. Ну, хватит, хватит. Зачем здесь этот портрет? Трик. Оле. Оп! Чего она воет, проклятая? Лежи, я посмотрю. Что случилось, что с тобой? Там Варлам, не подходи, Ален. Ален! 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 КОНЕЦ 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 Труп надо арестовать. Ясно. Кто его первый увидел и при каких обстоятельствах? Кулико. Здравствуйте, уважаемый Кулико. Здравствуйте. Когда вы его увидели? Утром проснулась и вижу стоит бедняга, прислонившись к дереву. Покойника придется арестовать. Как арестовать? Это необходимо для следствия. Не волнуйтесь, через час вы получите уважаемого Орлама в целости и сохранности. Тогда действуйте. Только в перчатках, пожалуйста. Мы времена самого Орлама арестовали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как, был? Был. И что? Не принял меня. Ну, конечно, кто-то опередил нас. Глубокоуважаемый сосед мой, Авель. Неужели вы надеетесь на их помощь? А что прикажете делать? Чего он суется? Дурак какой-то. Вот вам мой совет. Поставьте на могилу железную клетку. Повесьте на дверцу замок. Закройте его вот так, ключи в карман и все. Пусть тогда копают. Лев в клетке. Пусть теперь кто-нибудь тронет его. Фараонам не воздвигали таких пирамид. Фараоном не воздвигали таких пирамид. чтоண退ент… амид! шляпы! мода! Маме! 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 Ваша группа спрятаться за той могилой. Без моей команды ни шагу. Здесь я старший. Скорей! А вы переходите сюда. Не курить и не разговаривать. Держите ухо востро и глядите в оба. Все по местам. Быстро! Авель, сам господин префект присутствует на операции. Да. Сердечный человек. Не оставил меня в беде. Авель, ты видишь за кладбищем освещенную область? Там мой родственник живет. Когда он узнал, что мы всю ночь будем сидеть здесь, в двух шагах от его дома, он приготовил королевский ужин. Ну и что? А то, что он обидится, если мы не придем ко мне? Так, просить могли. Оставим дежурных. До полуночи все равно никто не появится. А если что, они позовут нас. Ну как? Не знаю, в Россию, префект. Значит, согласен? Тогда я пошел. Филипп, Меритон. Да, начальник. Видите тот дом? Ну, тот, где большая лампочка горит. Как точно. Сейчас мы туда пойдем. А вы, если что заметите, сразу же позвоните нас. Ясно? Ясно, начальник. А ты когда бросил пить? Вчера. Вчера? Господи, упокой душу друга моего, Филиппа. Хватит тебе, старина, сдохнуешь. Прошь цена постылой жизни. Эй, проспись и снова пей. Лукреции? Лукреции. Прошу прощения, милостивый государь. Здесь нельзя. Какой поэт был, а? Царь поэтов. Сейчас я работаю. Учера зла. Вчера, я перевернусь. Академия. Учера. 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 Вчера. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Задушу тебя, сволочь! Постой, что ты делаешь? Отпусти меня! Отпусти! Так это ты оскорбняешь нашу могилу, негодяй! Спустите на него собаки дело с концом! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, да ведь это женщина! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА Обвиняемая Барателли, на предварительном следствии вы признали, что трижды выкопали покойника из могилы и принесли его в дом родных. Подтверждаете ли этот факт перед судом и признаете ли себя виновной? Факт подтверждаю, виновной себя не признаю. Но во время следствия вы признали себя виновной. Это ложь. Во время следствия я себя виновной не признавала. Это ваша лопата? Да, этой лопатой я выкопала покойника. Но где пуля, которую извлекли из моей руки? Значит, покойника вы выкопали? Да. Вот в этом и заключается ваша вина. Сам этот факт преступлен. Да, я выкопала покойника из могилы, но виновной себя не считаю. Садитесь. Я прошу вас сесть и соблюдать судебный порядок. Суд уже состоялся, и приговор вынесен. Садитесь. Пока я жива, в Арламу Аравидзе не лежать в земле. Это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ибо вынесен он проведением нам обоим, и мне, и Аравидзе. Не трижды, а триста раз его выкопаю. Садитесь. Уважаемый судья, обвиняемая взволнована, и это естественно. Прошу слова. Слово имеет защитник обвиняемый. Уважаемый судья, уважаемые граждане. Сегодня мы имеем дело с беспрецедентным случаем. Покойника трижды выкопали из могилы. Трижды. То, что обвиняемая не действовала с целью ограбления, бесспорно. Ценности, захороненные спокойным, не тронуты. В чем же дело? С какой целью совершено преступление? Во время предварительного следствия я пытался беседовать с обвиняемой, но она молчит. Поэтому только здесь, на судебном процессе, нам придется и ознакомиться с делом, и провести расследование, и, конечно, вынести приговор. Вот почему я прошу суд внимательно выслушать обвиняемую. Слово предоставляется обвиняемой. Всем вам, конечно, интересно, почему я преследую покойника. Единственное, о чем бы я сейчас мечтала, это не сводить счеты с мертвецом. Месть не является для меня счастьем. Это моя беда, мой крест. Но мне никуда от этого не уйти. Итак, кто такой Варлам Аравидзе? Мне было 8 лет, когда он стал городским головой. . Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Так что, уважаемый Моссе, этот вопрос и нас беспокоит, но, видимо, надо спешить, откладывать нельзя, и вы меня в этом убедили. Доксобуло? У тебя мать есть? Есть. Сколько ей лет? Старая она. Если она заболеет, разве ты не должен за ней ухаживать? Так и этот храм. Памятник шестого века, история наша, гордость наша. Оставить больную мать без присмотра на произвол судьбы не пристало это сыну Доксобуло. Запомни хорошо. В общем, мы должны только спасибо сказать этим благородным людям, что они открыли нам глаза и сказали правду. Даю вам честное слово, я не пожалею сил, чтобы уладить это дело. А что касается опытов, как мне известно, они производятся с минимальной, ограниченной мощностью. Так и будет продолжаться до построения нового здания. Если установки высокого напряжения заработают на полную мощность, не только храм, весь город взлетит в воздух. Как вы сказали? В вашем присутствии я уничтожаю этот документ. Ты свободен. Чем могу еще служить? Спасибо, у нас все. Тогда сейчас мы можем уточить некоторые биографические мелочи. Биографии, уважаемые Марьян и уважаемого Моссе, этих представителей голубой крови, мне хорошо известны. Что же касается уважаемого Сандро, то тут меня интересует один вопрос. Милейший Сандро, слыхали ли вы что-нибудь о неком Тарасе Тараскунеле? Как же? Тарасе Тараскунеле мой прапрадед. Получается, что у нас один и тот же предок? Ведь я потомок Тараси Тараскунеле. Каким образом? Да, да. Но об этом после. Теперь вот что мне скажите. Если я не ошибаюсь, вы живете на городской площади, в двухэтажном доме. Помните, в день моего назначения городским головой, во время церемониала, маленькая девочка из окна пускала мыльные пузыри. Там ваша квартира? Да. Все вижу, все замечаю. Так что остерегайтесь меня, остерегайтесь. Хотя шутки в сторону сущности, это и есть жизнь. Одни мыльные пузыры пускают, другие преследуют врагов народа. Вы художники в творческом горении. Нищие попрошайничают, убийцу убивают, шлюхи, простите, гуляют. И это разве нормально? А это разве нормально? А это разве нормально? Так было, но так уже не будет. Наш город мы в рай превратим. С вашей помощью, господа. При вашем содействии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прием окончен. Может, Аравидзеев прям ничего не знает? Он говорит, что его здесь не было. За что этих стариков арестовали? Объясни. В чем они виноваты? Нашли-то шпионов. Нет, конечно, это с храмом связано. Хватит, Сандро, успокойся. Он просто отомстил им за то, что сам разорвал свое же распоряжение. Я сейчас же пойду к нему. Пусть немедленно освободит стариков, или меня тоже посадят вместе с ними. Успокойся, дорогой. При чем ты тут? Я их повел к Аравидзе. По моей вине их арестовали. И все из-за храма. Не в храме дело. А в чем же? В чем? Не знаю. Не знаешь. Сандро, ты успокойся. Даю слово, я этим займусь. Варлам разберется и мне доложит. В чем он разберется? В чем? Так, князя Сандро, что ты от Аравидзе хочешь? Ведь его здесь не было. Ты не бушуй. Иди домой. Я все улажу. Да? Да, Варлам. Варлам, в таких вопросах мы должны осмотрительнее быть. Да, конечно. Спасибо. Будь здоров. Странный ты человек, Сандро. Просто чудак. Варлам разобрался во всем и освободил их. Что теперь скажешь? Мама, не знаю, на сколько похож художник Сандро Бааттелли на великого Сандро Ботт Челли, но Нино Барателли напоминает мне божественных мадонн Боктичелли. Уж не напугал ли я вас, милая Нино? Ручки целуют обыкновенным смертным, а богинями святым кланяются в ноги. Дорогая Нино, я столько наслышан о вас, о художнике Сандро Барателли и его красавице-супруге. Давно мечтал познакомиться с вами, посмотреть картины, но в ожидании Михаила и Елены, которым всегда некогда, не мы, а вы постоянно заняты в последнее время особенно. Дорогой Сандро, хочу извиниться за моих чрезмерно прилежных помощников. Хорошо, что вы вовремя заступились за несправедливо обиженных стариков, иначе неизвестно, где оказались бы эти честные люди. Сколько дней они там пробыли? Целые сутки. Небось, трусили бедняги. Не очень, они не испугливы. Старая гвардия, все же да, уважаемый Моссе, прекрасная Мариам. А это самый главный член семьи, Кетти Барателли. Уважаемая Кетти. Прошу. Кетти, пригласи Авеля в свою комнату, и там играйте. С уважаемым Кайхосро Доксопуло Сандро уже знаком. А что касается Гено Риктофелова, фамилия его, наверное, вам напоминает Риктофеллу. Детскую игру, салочки. Это такая деревяшка, которой ударяют по палочке, и все. Зато оба моих спутника певцы первоклассные. Музыка. Это тоже талант, милая хозяйка. Извините, что мы на веселе много говорим, поем. Тоже споткнулись слегка. Но долго мы вас беспокоить не будем. Любая из ваших работ украсит лучшие музеи мира. Извините, Нино. Нам именно такая живопись нужна. Серьезная, вдумчивая, глубинная. Дорогой Сандро, неужели нельзя, чтобы у наших современников были такие вот одухотворенные, вдохновенные лица, а не трафаретные, бездушные, похожие друг на друга физиономии. Почему нельзя, например, изобразить современную девушку, труженицу в виде мадонны? Что может быть красивее трудящегося человека? Ничего. Хотя, знаете, противники у вас тоже будут. И даже много. Не правда ли, милая Елена? Конечно, слушай, и правда. Скажут, к чему нам такое искусство? Это же камерная, бодуарная живопись. Это ведь фактически бегство от действительности. А я бы им ответил. Иной раз бегство от действительности означает уход в еще большую действительность. Народу нужна великая действительность. Хотя, знаете, как могут это истолковать наши враги? Как призыв к анархии. Полной анархии. Да, да. А это кто? Молодец, Сандро. Молодец. А вот и наша Нино. Великолепная работа. Интересно было бы заглянуть в их мозги, что там происходит. Дорогой Сандро, они хоть грамотные. Ты не представляешь, с какими невеждами общаемся мы с Михаилом подолгу служим. Правда ли, милая Елена? Да, сущее право. Сейчас именно такие художники, как вы, должны быть рядом с нами, а не бездушные ремесленники. На нас возложена великая миссия. Мы должны просветить народ, поднять его культурный уровень. Патону Варлам, развея своими картинами или вы своими стараниями, сможем просветить народ, создавший Витязя в тигровой шкуре? Народ просветит только его духовный пастырь. Народ просветит только его духовный пастырь, нравственный герой. Скромность украшает человека. И прям, дорогой Сандро, какой я духовный пастырь, но потерпите немного, не торопите нас, дайте срок. Героя время родит. Возможно, очень скоро наступит пора испытания и для вас, и для меня. За что пытали Христа? В чем он провинился? Ни в чем. За правду пытали. Ты не бойся. Христос не умер. Он воскрес и как птичка улетел в небо. И сейчас он в небе. Там только добрые люди. Злой туда попасть не может. Почему? Злой тяжелый. А чего он тяжелый? Не знаешь? От грехов. А добрый – это чистая душа. А душа легкая, как птичка. Ей не трудно летать. Ты откуда знаешь? Мама сказала. Знаешь, этот трест чудотворный. Если перед сном или в новолуние попросишь его о чем-нибудь, все исполнится. Все-все? Все. Неужели все исполнится? Все. А мою маму он может оживить? У тебя нет мамы? Твоя мама любит тебя. Она жива. Она на небесах с ангелами. И все время смотрит на тебя, я тебе думаю. Нино, на минуточку. Ихлаве. Сейчас. Субтитры ПЕСНЯ Нам пора. Ребенок уже должен спать. Авель! Я пойду попрошу у твоего папы, чтобы он разрешил тебе еще немножко побыть у нас. Дядя Варлам, можно Авеле еще на минуту остаться? На минуту можно, спасибо. Но только на одну минуту, уважаемый Варлам. Спойте еще что-нибудь. Пожалуйста, не откажите Батону Варлам. С удовольствием. Зову я смерть, мне видеть не втерпешь, Достоинство, что просит подаяние, Над истинной лумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянии, И совершенству ложных приговор, И девственность, поруганную грубо, И неуместной почести позор, И мощь в плену к немощи беззубой, И прямоту, что глупостью слывет, И глупость в маске мудреца, пророка, И вдохновение, зажатый рот, И праведность на службе у порока. Уильям Шекспир, 66-й сонет. Режим есть, режим. Апбел! Али! Хоп! Я еще приду к тебе. Хоп! Мама, он ускакал. Комедианты, шут гороховы. Извините, Нино, это опять я. Мой глупыш унес ваш крест. Говорит, Кетти ему подарила. Он верит, что эта штука оживит его мамочку. Хорошо, что я вовремя заметил. Берегите, это большая ценность. Милая Нино, Включите, пожалуйста, меня в список ваших многочисленных поклонников. Прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok В vuelta и с ним Dre it in и с…" Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что это такое? Прочтите. В последнее время мазня некоторых горе-живописцев носит черты индивидуализма. Этот зазнавшийся художник-хулиган был связан с поэтами-анархистами. Позавчера в пять вечеров кругу художников он публично грозился, что дедовским кинжалом отрубит руку каждому, кто хоть пальцем коснется храма Богородицы. Спрашивается, кто покровительствует этому маньяку и устраивает его персональные выставки. Искусство анархиста Барателли позорное пятно на нашей культуре, оно опасно для нашего общества. Если вы не займетесь этой темной личностью, мы обратимся, куда следует. Группа художников. И это письмо стало поводом для ареста Барателли? Я тебя спрашиваю, из-за этой билиберды, этой пакости вы его арестовали? Враги нации те, кто это написал. Господи, совсем взбесились люди. С ума сойти можно. Барателли мой друг. Более того, он мой воспитанник, и я горжусь этим. Что же получается? Мой друг и мой воспитанник. Враг? Я это все понимаю, но это не довод для авторов письма. А может и талант художника не довод для них. Они, наверное, его позицию имеют в виду. А какой позиции, ты говоришь? Талант, это доброта. А доброта уже позже. Уважаемый Михаил, я понимаю вас. Сандро Барателли ваш друг и воспитанник. Кстати, вы знаете, он мой родственник. Нет. Я не знал этого. И даже близкий. А вы напишите протест Бадону Михаилу. Барателли только арестован. Он еще не осужден. Я лишь выполнил волю народа. Ведь за этим письмом стоят люди, масса, а каждое слово, исходящее от массы, для меня святая святых. Напишите протест Бадону Михаилу. Напишите. Написать? Напишите, я ничего не имею против. Постой, постой. Что значит, ты не против? А что ты можешь иметь против истины? Истины? Да, ничего. Вот и напишу. Напишите, только учтите это письмо. Причем это письмо? Причем это мерзость. Это провокация. То, что вы называете провокацией, это официальный документ, и он зарегистрирован в тысячи разных мест. Наплевать, где он зарегистрирован. Так нельзя, уважаемый Михаил. В этом вопросе я, извините, обязан занять позицию большинства. Ведь большинство решает все. Какое большинство? Что ты мелешь? Один разумный человек перевесит тысячу идиотов. Я понимаю, что вы думаете обо мне, Батону Михайловичу. Извольте, заступитесь за Барателли. Защита одного человека не такое уж большое дело. Но только помните, в глазах авторов письма вы выгораживаете врага. Да, да. Этот ваш друг и мой родственник отныне наш враг. Он враг, а мы его жертвы. С детьми без очереди пускают. Без очереди. Пропустите нас. Пропустите. С детьми без очереди. Баакашвили. Документ. Передача принята. Корелли Элизбар. Выслан без права переписки. Куда его выслали? Куда? Какое место? Скажите лучше, что нет его в жиле. Он умер. Не мучьте нас. Скажите, что он умер. 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 Передача принята. Барателли. 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 Выслан без права переписки. Следующий. Дорогая моя, туда нельзя. Михаила Корешели арестовали. Только что увели. Уходите, а то сами попадете в беду. Уходите, ради Бога. Уходите, ради Бога. Уходите, ради Бога. Сандро погибает. Выручите его. Умоляю вас. Помогите, батону вору. Тетя Нино на станцию бревна привезли. Говорят, на них фамилии и адреса сын их. Может, и дядя Сандро написал свое имя. Меня мама прислала. Кэти, вставай. Скорее, скорее. Пойдем. Имя мама прислала мою. Амиран Абашид. Я нашёл! Я нашёл его! Мама! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Назвал вашу фамилию как одного из активных членов организации безнравственно чернить честного человека, чтобы выудить у меня ложные показания нравственно то, что полезно для общего дела какая польза общему делу от лжи и наказания невиновных людей у нас есть точные сведения, что каждый из этих невиновных рог нацией, вроде меня как, вы мне не верите? как же верить вам, когда лично меня, например, арестовали без всякого повода, ни за что? а теперь вы прибегаете к любым средствам, чтобы заставить меня подписать ложное показание а если устроить вам очную ставку с Михаилом Корыщели, что тогда скажете? никто не убедит меня, что Михаил Корыщели враг когда арестовывают таких честных людей, как Корыщели тогда всю страну надо арестовать введите Михаила Корыщели Являлись ли вы шпионом Понтоса? Да. Какие агентурные задания вы имели? Я должен был прорыть тоннель от Бомбея до Лондона. Кто вам помогал в этом? Весь состав заговорщиков. Конкретно? Сколько человек? 2700. Их фамилии вы, конечно, не помните. Существует список заговорщиков. Думаю, вы его легко найдете. А какими диверсионными делами вы занимались? С целью уничтожения населения мы посеяли отравленную кукурузу. Был ли Сандро Барателли членом вашей организации? Был. Вы тут побеседуйте. Я на некоторое время оставлю вас, закончу свои дела и вернусь. Был. Был. Продолжение следует... 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 Как хорошо, что ты пришла. Что нового? Сейчас я все узнаю. 3.17, пожалуйста. Ника, это я. Нино у меня. Ничего не слышно о наших? Да. Понятно. Хорошо. Все будет так, как мы хотим. Орест Сандро и Михаила, конечно же, ошибка. Надо нам набраться терпения. И тебе, и мне. Вот увидишь. Ника все выяснит, разберутся и обоих выпустят. Ужайся, Нино. Помни, что у тебя Кеттик. Ты ответственна за нее. Да уверена, все уладится. Все будет хорошо. Нельзя, чтобы правду не узнали и не выпустили Сандро. Конечно. Нино, сейчас я о твоей девочке думаю. Кеттик должна стать прежде всего хорошим гражданином и достойной женщиной. Твое несчастье не должно сбить ее с пути. И не забывай, что мы великому делу служим. Нас с гордостью будут вспоминать будущие поколения. И поскольку у нас масштабы грандиозные, естественные ошибки будут большие. Может, случиться, даже невиновные станут жертвами. Но я уже слышу, дорогая, нашу любимую бетховенскую оду к радости, Которая неминуемо и скоро зазвучит по всей земле. Санкт-Петербург. КОНЕЦ 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 Что случилось, мама? Нет у нас больше папы. Что? Церковь взорвали. Все-таки взорвали. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего вы стучите? Там никого нет. Елену взяли. Не видите, квартира опечатана. КОНЕЦ Ясно, привел батона в Орла. Непременно. Да. Всего доброго. Кого привел? Этих Дарбаисели. Ваше распоряжение выполнено. Каких Дарбаисели? Тех, которых вы поручили мне привезти. Я поручил, ты что, спятил? Патону Вардлам, вы же велели мне, чтобы я разыскал и привел всех по фамилии Дарбаисели. Я их привел. Где они? В машине. Сейчас же отпусти их домой. Я думал, вы спасибо скажете, полную машину врагов кривешь, а вы вместо поощрения Риктофилов всего одного шпиона выследил, а получил 5-комнатную квартиру и грамоту. Везет иным людям. Делай, что тебе говорят. А то вместо них сам за решетку угодишь. Немедленно отпусти их домой. Уважаем Варлам, неужели я зря трудился? Целый месяц как ящейка бегал за этими проклятыми, с трудом собрал. Запремь их в подвале, жалко вам, что ли? Не сегодня-завтра пригодятся. Пойдешь извиниться перед этими людьми и отпустишь их. А сам вернешься, сядешь здесь, вот за этот стол и напишешь за этот стол. И напишешь заявление об уходе с работой. Но вы же знаете, я неграмотный. Вон отсюда! Не отпускай док Сопова, а сама зайди ко мне. Проснись там, сковыливаясь. Объясни, что все это значит. Прошу вас. Прошу вас. Не отпускай. Прошу вас. Ладно, черт с тобой и с ними тоже. Посадим всех. Спасибо, Батону Варламу. Спасибо. Не бойтесь, слушайте меня внимательно. Сегодня ночью придут за вами. Вот деньги и билеты на поезд. Торопитесь, может, спасетесь. Мама, кто эта женщина? Кетти, собирайся скорее. Мы должны уехать. Куда мы едем? В деревню. В деревню? Да, скорей. Мы скоро вернемся? Скоро. Мир дому всему. Вы Нино Баратель? Да. Скоро. 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 Уберите руки! Отпустите ее! Мама, мама, мама! Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Уберите руки! Отпустите ее! Отпустите! Мама, мамочка! Дети, не бойся! Нино Барателли навсегда распрощалась со своим прошлым. Я закончила свой рассказ. От своего имени и от имени всех несправедливо наказанных я требую, чтобы Варлама Аравидзе и его же близкие собственными руками выкопали из могилы. Я протестую! Все, что вы здесь слышали, ложь! Клевета! Клевета? Докажите, что я клевещу. Что ж, не хоронить покойника? Не хоронить? Нет, не должны вы его хоронить. Воронам должны выбросить на растерзание. Придать его земле, это значит простить его, закрыть глаза на все, что он совершил. Еще раз публично заявляю. Если вы его не выкопаете, я достану его. В земле не отставлю. Это же сумасшедшее, господа! Сумасшедшее, не видите? Шлюха ты! Зачем ей суд? Она ненормальная, она на все способна. Стерва эдакая. Немедленно покиньте зал. Как это покинуть? Сидите тут, разилу в шты, слушайте эту думу. Мы тоже жили на этом свете и понимаем кое-что. Вопросы есть к обвиняемой? Тогда разрешите на этом закончить сегодняшнее заседание. Вопросы есть к обвинению. Никто не безгрешен, мой мальчик. Мы все в грехе рождены. Помоги же мне, Торникер. Помоги, солнце восходит. Солнце! Не бойся, дедушка. Тут темно, ничего не видно. Он луч. Видишь? Что он от меня хочет? Чего пристал? Давай, затемним его. Затемним, а то я кровью истеку. Почему истечешь, дедушка? Ты посмотри на мои пальцы. Видишь? Кровь капает. Когда восходит солнце, я кровью истекаю. Скорей, мой мальчик. Затемним свет, а то вся кровь из меня вытечет. Перестань, дедушка, сейчас же перестань. Успокойся. Чего пристал ко мне? Зачем в душу мою лезешь? Что ты во мне копаешься? Сейчас ты у меня погаснешь. Сейчас я тебя уничтожу. ПЕЧАТЬ! 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 Ну вот, затемнил. Совсем погасло. АНГОродно? Дедушка умер! Мама! Мама! Дедушка! Дедушка умер! Дедушка! Дорогая Гулико, простите, я вынужден покинуть вас. Почему? Говорят, папаша мой был плохим человеком, я иду на кладбище, чтобы выкопать его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты знал все это? Что это? О дедушке. Твой дед ничего плохого не делал. Тогда время было сложное. Теперь трудно это объяснить. Причем тут время? Притом, другая была обстановка. Зашелся вопрос, быть или не быть. Нас окружали враги. Они боролись с нами. И что же подпоймо, мы должны были их по головке гладить? Разве Барателли был враг? Тихо, тихо. Был, был. Художник он, может, был и хороший, но многого не понимал. И потом я не говорю, что у нас не было ошибок. Но что значит жизнь одного-двух человек, когда дело касается счастья миллионов? Перед нами стояли большие задачи. Об этом надо помнить и смотреть на вещи шире. Значит, к человеческим судьбам вы подходили с арифметической меркой. Главное, пропорции, да? Нечего иронизировать, умник. Пора тебе знать, что для должностного лица общественные интересы всегда выше частных соображений. Да, да, выше частных соображений. Человек рождается человеком, потом становится должностным лицом. Ты в облаках витаешь, а в действительности все не так. Варлам всегда руководствовался интересами общества. Но порой действовал не под своей волей. А если бы дедушки приказали уничтожить весь мир, он бы уничтожил? Знаешь что, дед сам, собственноручно, никого не убивал. А ты, мальчишка, уже стрелял в человека. О какой морали ты говоришь? Я не знал, что не знал, кого стрелял. Какое это имеет значение? Ты стрелял в человека. Да, стрелял. И это усугубляет нашу жизнь. Чью вину? Дедушке мою и твою. А меня-то в чем ты винишь? В том, что ты оправдываешь дедушку и идешь по его стопам. Как я могу верить тебе? Ты такой же убийца, как я. И даже хуже, потому что тебе не жалко этой женщине. Кого я должен жалеть? Ты что, рехнулся? Ты готов придушить ее вместо того, чтобы просить прощения? Оказывается, ты еще и идиот. Каждый день эта стерва моего отца из могилы выкапывает, а я должен просить у нее прощения? Да я ее задушу и тебя в придачу, если не образумишься. Не позволю глумиться над покойником. Ненавижу тебя. Ненавижу. Никто не без греша. Все мы в грехе рождены. В этом возрасте психика юноша очень неустойчива. Отрицательные эмоции, бессонница, нарушение распорядка жизни. Даже взрослому тяжело каждый день видеть мертвеца. Нужен покой. Это лекарство давайте три раза в день. Торнике крепкий парень, не бойтесь. Обычно шоковое состояние долго не длится. Думаю, что завтра он уже войдет с вами в контакт. Мы кидавшим огиблид. Думаю, что завтра он уже войдет с вами в контакт. Думаю, что завтра он уже войдет с вами в контакт. Суд, конечно, вынесет какое-то решение, но мне как быть? Каждый день хоронить отца? Пусть присудят ей, что поладается, а потом посмотрим. Она и года не получит. Штрафом отделается. Как? Заплатить штраф, ее тут же отпустят? Господи, что за законы? Каждый день нам покойника подбрасывают, а преступницу в тюрьму не сажают. Абель, если еще раз увижу выкопанного Варлама, я сойду с ума, наверняка сойду с ума. Послушай, старина, я к ней таких ребят подошлю, что она шелковой станет. Два-три словечка ей шепнут, и все, ничего не выйдет. Тем хуже для нее. Зарежу, как пасхального барашка, прямо на могиле Варлама. Ладно, все имеет свои границы. Пора решиться на что-нибудь. Да поймите вы, я сына теряю, сына. Он и так чуть не свихнулся из-за смерти деда. А теперь еще новое убийство. Ты сыном не прикрывайся. Мой мальчик не трус. Он первый бросился с ружьем на эту потаскуху. Я понимаю тебя, Абель, ты сына оберегаешь. Но ведь он когда-нибудь спросит тебя, почему ты сидел сложа руки, когда деда из могилы выкапывали. Если сейчас ты ошибешься, он тебя всю жизнь не просит. Может, еще раз попробуем с ней договориться? Она взбесилась, когда услышала о деньгах. Дается мне, что она действительно не в своем уме. Скажи, пожалуйста, психически она проверена? Да. Здорово. Медицинское заключение это одно, а факт другое. Можно ли считать ее поведение нормальным? Отомстила вам всячески. Надругалась над бедным Варламом. Тебя на весь город опозорила. Чего же ей еще надо? Кабилась, кажется, своего. Она твердит, все равно выкопаю. Конечно, она сумасшедшая. Какое теперь это имеет значение? Эксперт ведь установил, что она здорова. Постой, постой. Какое имеет значение? Если обвиняемая душевно больная, никакого судебного процесса не будет. Ее отправят в больницу лечиться. Навсегда. Постойте, как это делается? Очень просто. Защитник Авеля, господин Джуи, потребует у суда повторной экспертизы. А кто у нас главный эксперт? Торофей. Авель, ты слышишь? Наш Дорофей. Странно, что мы сразу об этом не подумали. Кто знал, что все так осложнится? Уважаемый судья, уважаемый прокурор, уважаемое общество, потерпите, потерпите, мы еще не приступили к работе. Именно поэтому я и прошу внимания. Процесс не может продолжаться. Обвиняемая больна. Медицинское заключение имеется в деле. Медицинское заключение имеется в деле. Номер 76. Здесь сказано. Обвиняемая не является душевнобольной. Она является психопатической личностью, склонной к аффектным действиям. Я ставлю вопрос. Может ли у такой личности развиться бредовая идея? Разумеется, может. Скажу больше. На процессе я внимательно слушал выступление обвиняемой. И некоторые моменты ее горькой судьбы даже вызвали у меня слезу. Но упорное заявление обвиняемой, что даже если ей присудят сто лет, она все равно выкопает покойника. Странная категоричность этого заявления уже выходит за рамки навязчивых идей и превращается просто в бред. А бред, как известно, является признаком психического расстройства. А судить душевнобольного законом запрещено. Необходимо, чтобы наши авторитетные врачи сказали свое слово. Я убедительно прошу суд направить обвиняемую в больницу для повторного обследования. Уважаемый судья, я весьма удивлен смелостью и колесностью суждений моего коллеги. Может ли развиться бредовая идея у обвиняемой? Ставит он неожиданный вопрос и сам же отвечает на этот вопрос. Конечно же, может. Попутно он рисует портрет психически больного, обремененного бредовыми идеями человека, о котором в заключении ясно написано, обвиняемая душевнобольной не является. Нет! Да прости меня, мой коллега, что такая смелость и легковесность суждений, так называемые психологические упражнения, когда дело касается судьбы многострадального человека, явное святотатство. Тяжелая душевная травма, ненормальные условия жизни, естественно, пошатнули здоровье обвиняемой и, как говорят психиатры, изуродовали ее характер. Это бесспорно. Но месть обвиняемой, это не осуществление годами созревшего решения, а состояние аффекта, не психоз, а реакция протеста. Уважаемый судья, уважаемый заседатель, я не прошу о снисхождении, я ходатайствую перед вами, чтобы вы учли все вышесказанное мной, дабы на этом основании вынести подсудимый оправдательный приговор. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи! В чем дело, сын мой? Исповедаться пришел святой отец. Крешен я. Раздвоена душа моя. Человек раздвоен с той поры, как отведал запретный плод и познал добро и зло. Это небольшой грех. Нет, я о другом раздвоении говорю. Сознание мое раздвоилось, сознание. Проповедую атеизм, а сам крест ношу. Может, потому и запуталась моя жизнь? Как раз после проповеди атеизма хорошо в церковь сходить, покаяться в грехах. Нет, вы меня не поняли. Мне беспокоит то, что я постепенно теряю свои моральные принципы. Я уже не вижу разницы между добром и злом. Веру потерял, веру. Какую веру? Готов всем все простить и всякую мерзость оправдать. Тонос, коварство, малодушие, обман, низость. Выходит, ты, Христос, сын мой, тебе ли жаловаться? А ты не врешь? Нет. Слушаю правду, говорю. Ты так думаешь? Кого ты обманываешься, лицемер? Я ведь знаю тебя. Ты в порошок сотрешь каждого, кто встанет на твоем пути. А если тебя по щеке ударят, ты не другую подставишь, а так двинешь, что челюсть свернешь. А ты, как ты, не способный раздваиваться. Тебе же наплевать и на добро, и на зло. Не раздвоение тебя беспокоит, а страх тебя гнетет. Страх. Какой страх? За самого себя. Ты самого себя боишься. Всю жизнь за престижем гонялся. Примерной семьей гордился. И вдруг все рушится. Нет. Да. Отца из могилы выбрасывают. Власть из рук уплывает. Единственный сын восстает против тебя. Все, из чего состояло славное имя Авель Аравидзе, ускользает от тебя, и ты остаешься один, беспомощный и слабый. Нет. Да. Боишься ты. Страх одиночества тебя заедает. Ибо неверующий в одиночестве только о смерти и думает. Боюсь. Боюсь. Какая-то пустота вокруг. Всю жизнь пытаюсь убежать от этой пустоты. Зоветворяюсь, лгу. И семья, и дева. Все это самообман, чтобы не остаться наедине с собой. Чтобы не думать. О чем? О чем-то самым главном. Кто ты такой? Ради чего живешь? В чем смысл твоего существования? Кто ты? Ради чего ты жил? А ты? А ты? А ты кто такой? Абеларавидзе. 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 Кто мы? Для чего явились на этот свет и куда несемся. Знаешь, что я скажу тебе? Просто эту чепуху. Я-то знаю, что завтра все на свое место станет, и ты будешь жить по-прежнему. Крехи замаливались. Труст ты вот кто. Будет на то моя воля, я бы отправил тебя в ад прямым рейсом. Кто ты такой? Кто ты, я спрашиваю? Не узнал меня, сынок? Ты что же это, наисто ведь к дьяволу пожаловал? Абель, что с тобой? Что это такое? Что это? Конец всему. Кончилась жизнь. Тебе плохо? На, примета. Возьми себя в руки, все на нас смотрят. Что скажет господин прокурор? Я требую вернуть дело на повторное расследование, довести его с законным путем до суда и отныне именовать делом Аравидзе Барателли. Аравидзе я все равно не оставлю в земле. Как только выйду на свободу, опять выкопаю. Мне не хочется думать, что госпожа Барателли то примитивное создание, которое верит, будто безнравственным поступкам, оскорблением покойника, можно добиться нравственной цели. Можно. Ибо Аравидзе не мертв. Значит, по-вашему, он жив? Да, жив. И пока вы его защищаете, он живет и продолжает разлагать общество. Одну минуту, прошу прощения. Значит, вы утверждаете, что он жив? Так, уважаемый судья, уважаемый заседатель, уважаемый прокурор, я категорически требую направить обвиняемую в Барателли в психиатрическую больницу для обследования. А я с той же категоричностью повторяю вам, обвиняемая здорова. Это установлено экспертизой и подтверждено заключением, которое подшится к делу. Что скажут заседатели? Я тоже так думаю. По единодушному решению членов суда заседание откладывается. Всего вам доброго, уважаемые члены суда, уважаемое общество. И все-таки я его выкопаю. Субтитры создавал DimaTorzok Весна, теней перекличка, с ветки на ветку прыгает птичка. В новой мечте хочу я отдаться. Месяц устал, землей любоваться. Я внук Аравидзе Варлама. Что вам угодно от меня? Я пришел... Пришел просить у вас прощения. Я же не Господь Бог, чтобы грехи отпускать. Я стрелял в вас. Я убийца. Боже, под какой роковой звездой я родилась. Даже тебя, невинного мальчика, в убийцу превратила. Вечер, весна, теней перекличка, с ветки на ветку прыгает птичка. Вы насмехаетесь надо мной. Я ведь сумасшедшая. По-настоящему сумасшедшая. Завтра придут, возьмут меня под руки и потащат в сумасшедший дом. В сумасшедший дом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я этого не требовал. Не сумасшедшая она, нет. И не виноват. Как же, Ангелана? Неужели вам не надоело без конца лгать? До каких пор вы будете успокаиваться ложью? Чего ты от меня хочешь? Чтобы из-за этой дряни я деда из могилы выбросил? Да, хочу. Противно мне все это. Сил нет терпеть столько вранья. Торника, успокойся. Оставьте меня. Неужели вам несовестно перед собой и перед людьми? Вам бы только благополучие сохранить. Ради этого вы глотку перегрязете каждому. Невиновного преступником объявите. Нормального сумасшедшего. Неужели ничего святого у вас нет? Совесть вас не мучает. Вот дедушку она мучила. Ты знаешь, почему он в бункере прятался? Да молти, змеёнышка. Да, да, потому что стыдно ему было. Торника, перестань. Оставьте меня. Ненавижу вас. Всех ненавижу. Это не дома могила. Соткнись, мать твою. Ты не мужчина после этого. Аааа! О, бед! Торника. Торника. Открой сейчас же дверь. Ты слышишь? Открой дверь, тебе говорят. Торнике гаммиха гараби. Торнике гараби, торнике. Торнике. Гараби. Гараби, торнике гараби. Абер! Абер! Субтитры создавал DimaTorzok Любимому внуку от дедушки Варлама. Да будет проклято имя твое, жизнь и дела твои, Авеля Равидзе. Что ты наделал, чудовище? Пусть кровь твоя станет водой, а хлеб твой в землю превратится. Пусть в адском пламени сгорит твоя плоть, и не удостоится она, как родитель твой земного погребения. Субтитры создавал DimaTorzok Зачем ты родился, исчадье ада, Авель Равидзе? А отец твой, а сын твой? Зачем они родились? Как стемнело, какая тьма. Господи, как все это бессмысленно. Исполнив свой долг, ушел от нас верный сын отчизны, образцовый гражданин и безупречный человек. След твоя память о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников. Значит, ты близко знал Аравидзе? Он был на 15 лет старше меня. Сейчас бы ему исполнилось 78. Большую, содержательную жизнь прожил. Хороший был человек, великий. А говорят, что грехи ему покоя не давали. Что ты, милая, чего только не наплетут люди. Другого такого чистого, отзывчивого человека на целом свете не было. Только об одном и заботился, как бы людям пользу принести. Скажите, эта дорога приведет к храму? Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму? Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.